И так, всем привет, с вами Дамгай, мы продолжим играть с Викторией 3 за нашу Германию и движемся мы к нашей прекрасной тоталитарной диктатуре из этого нам придется исследовать еще достаточно много технологий потому что, как ни странно, золочено это как раз-таки к политической агитации все законы, что мы хотим так что движемся туда, ну а вы если вдруг еще не подписывайтесь, подписывайтесь а мы же продолжаем делать Германию Великий, поехали! И пока мы исследуем общество, как говорится, у нас появились качалки практически появились значит, что билин наконец-то сможет улучшить добычу кучу-кучу разных ресурсов полезных в общем-то, очень сильно улучшить она действительно очень важная технология и она у нас теперь есть а еще товарищ вышел патч буквально вот, я так понимаю, сегодня и теперь войска, когда находятся в битве, могут продолжать все равно двигаться то есть, это значит, что баг, когда ваши войска случайно съебались в другое направление но вы не можете их поставить обратно из-за того, что они все еще воюют теперь решен, по крайней мере, ну баг-то как бы не решен но как-то в этой ситуации что-то сделать можно уже будет слава богу в общем-то, какие-то еще кучи фиксов но я, я поэтому проходить, конечно же, во время прохождения не буду, но это приятно а еще в стране немножко тут развалилось ну, бывает во всем мы здесь каландируем, но я понимаю, что во все да не во все нужно намного интереснее и быстрее видите, Британия здесь каландирует, Франция здесь тоже надо как-то ускоряться во-первых, стоит сделать вот так обязательно у нас интересов в благосерии много и, наверное, вот так и ускорим сейчас наше воевание Африки чтобы именно завоевывать что-то, к примеру, Конго и давайте посмотрим на ВВП пока мы тут что-то схватываем и мы не на первом месте что на самом деле очень приятно в том смысле, что Ишки, да, что-то делают и ЦИН, как ни странно, находится на первом месте что и должно быть в Британии на втором и где на третьем очень, на самом деле, правильная цифра также мы перешли на новое сооружение потому что, как ни странно, есть их технологии что могут распространяться потому что в весене я не до исследовал вторые распространились вот эти третьи, которые как бы типа еще заблочен, должны быть вот этими вот здесь у нас есть тонна третьих техов а вторые так и не добиваются придется со мной для бить их, верно? по-другому, наверное, пока никак но и в результате у нас экономика теперь перестраивается на стале стекло что в принципе достаточно ожидаемый поворот событий ну и почти они подфиксили баг с золотом теперь я вижу, сколько золота я добываю и да, цифр тут приличные, приличные ну и пока мы ждем всех этих лук и просто красим Африку потому что, ну а что нам еще пока делать пока покрасим всех весь вот нейтралов, скажем так затем уже, когда закончится кстати, я не техмобилизовал ну ладно когда закончится, ребята здесь тогда уже пойдем добивайтесь колонии у наших соперников слушайте, давайте еще попробуем сделать ограниченный детский труд поднять образование всегда хорошо танцы очень маленькие, но вдруг прокнет там и потом обязательно образование можно попробовать ну и слушайте, мы потихонечку потихонечку догоняем третье место по ВВП все-таки строимся мы быстро плюс если мы еще что-нибудь съедим из Франции и России я думаю мы точно скопнем повыше благо наше завоевание в Африке туда действительно позволяют нам в общем-то строить что угодно и у нас есть теперь любые ресурсы если у нас не так много нефти но это пока потом будет еще больше как бы на наши текущие расходы хватает в скобочках их нет и слушайте, да, не иронично это закон дошел уже до принятия конечно тут сейчас так, что есть успех, кто нету но действительно мы уже очень близки к тому, чтобы его принять пока ноль заминок, ноль ивентов причем может и примется как-то сам а теперь мы появились в публичной кампании и это должно нас обустануть ну, по идее, очень сильно тихота исследовалась причем опять-таки сама, видимо я так понял яишкам проставлены приоритеты что исследовать и поэтому бесполезны технологии которые я не хочу исследовать яишки теперь тоже не хотят исследовать из-за чего мне приходится самому их исследовать я так понимаю это связано с модом как раз таки на и достаточно логично что они рашат как раз таки полезные тихи в принципе эти полезные тихи тоже мне даются так что я слишком жаловаться не буду ну, я вспомнил, что можно снять автономию дани поэтому давайте сделаем это когда-нибудь ее аннексируем о, снистили автономию дани смотрите, шлезвик присоединился не? видимо, потому что они не могут иметь так пение престиж либо ну, ясно два беспорядных выбора и второй тоже был беспорядок по-моему, тоже на престиж я так понял они не могут иметь своих собственных вассалов этой автономии да? с марионеткой и их вассалы присоединятся к нам получается, это сильно один из вариантов как это все присоединить ой, я пропустил момент но мы приняли ограниченный детский труд что значит мы можем теперь строить бюрократии и сделать еще более жесткое образование а еще, как я и говорил надо нам сделать, так сказать базу в Южной Америке на всякий случай кто знает как же какая война пойдет полезно, полезно поэтому давайте, да Аргентина здорово давайте протекторат делать в Южной Америке плюс Южная Америка в принципе по ресурсам тоже очень хороша там и золото и еще разные интересные вещи бывают вода подводных водок тоже можно строить если что веру а еще я нашел что мы хотим сделать у нас тут есть центральная Европа что-то вроде священная римская империя так понимаю по границам видимо это то куда мы будем стремиться на дистанции ой появилась кнопка отменить морское вторжение вроде еще не было раньше я не уверен но по-моему я когда искал как это сделать мне говорили нельзя и мне приходилось как-то обузами куда-то переправлять одну из армий или флота находить как это отменить ну что ж вот мы и захватили Аргентину невероятно быстро конечно же давайте отправляемся дальше и ребята еще ли просто отступились и задались стали нашей протекторатом отлично на самом деле надо улучшить отношения чтобы дальше они были согласны бесплатно без войны взять свою автономию но я все-таки наверное сделаю свободную конкуренцию уж слишком это приятно такая пока что будет так это и займы это и компания это и участники сами строят становится слишком много у нас промки и мы слишком быстро все достраиваем что мне надо Перу Болирия тоже отступается приятно у меня уже 3 марионетки Южной Америки отлично и там пока мы тут занимались всякими захватами мы стали на третьем мире ОВП конечно хотелось бы еще поднять но все занимает время и это тоже займем вот нос и обрезание четвертого уровня теперь 67% повысится чуть-чуть примерно на 10 остается еще один левел который можно взять только с тех и права человека выше все ждем пока психиатрия сама к нам придет но что ж возможно придется к психиатру он к нам не хочет ладно а еще нужно позвать Ландовна что можно союз значит ну конечно же их забер больше лучше можно было бы проучить назвать из шведов и в теории мы можем бельгийцев но бельгийцы пока к нам плохо относится я думаю попробуем изменить ой туда же можем мы позвать османскую империю перегерманский рынок такой уверенный в себе я бы сказал место неуверенно здесь жд опять не хватает но это другой вопрос да мы все растем и растем а вот и свободная конкуренция теперь у нас появляется еще одна компания у нас пока что золото здесь и одежда одежда это очень сильный баф можно в теории использовать еще уже д это достаточно тоже будет приятно но я думаю можно поискать что-то интереснее вот это кстати тоже приятно как и вот это но я выберу наверное бюрократию и бумагу потому что бумаги у нас постоянно не хватает к бюрократию ну наконец мы сходили к психологу и доисследовали все теки второго тира сейчас просто промчимся по всем техам третьего левела практически они за счет две докачать и пойдем в нашу прекрасную политическую агитацию это просто одна за другой одна за другой компанию можем еще теперь поставить вот да наверное мы поставим как раз железо свинец хотя тоже очень на самом деле неплохо как и кстати говоря сталь и строительство в области давайте возьмем строительство потому что это должно нам помочь быстрее строится это тихи просто улетают улетают и идет следовать феминизм потому что без феминизма невозможно профилактика малярии и фашизм ну и что товарищи пробуем вести детское обязательное образование это будет сложно действительно но мы попробуем ну и что давайте пока мы тут ничего не делаем начнем что-то делать например делаешь церковь протекторатом почему бы и нет если мы это можем кричит возникнуть от франции но я не стесняюсь франции поэтому поехали еще у нас там страной ай-яй-яй-яй-яй радикалистская дания видимо не знаю решил на нас напасть ну ладно это вот она франция заходит за швейцарию и мы в франции значит заберемся что правильно то что нужно для центральной европы а это у нас французские нидерланды внезапно на всем генералу стреляю наступление вот эти две армии разделил одну это я отправил вот сюда будут не тоже захватывать африку французскую то есть ну чтобы там тоже оккупация была здесь всем наступление плюс я думаю вот эти ребята будут у меня дополнительно высотоваться во францию начинаются битвы и то я все-таки перешел в защиту так как французы сюда присунули еще больше войск ничего посетим в обороне нарезаем французов а затем перейдем в контрнаступление все как обычно ничего для нас нового слушайте на западном фронте без перемен пишка наконец может нормально дефаться от высадок и померяем может совпадение может нет и они сильно не дали мне высадиться никуда вот здесь конечно всю африку я забрал но этого мало у нас цель войны не в Африке а вот здесь и да но здесь они конечно тоже в жизни не пробиться мы в принципе тоже нам будет очень сложно попарить пробиться так что пока что просто ждем пока не дальше истощаться и что это а я понял они нам повыпивали конвоя это неприятно действительно ждем пока у нас остановится здесь теперь флот получает урон и потом ему нужно восстанавливаться и мы снова попробуем что-то поделать ну и давайте на истощение после атаки в нас пробуем сами контратаковать 30 зелененькая это хорошие шансы для того чтобы пробиться мы сейчас сами получим урон в наступлении но я думаю есть шансы победить да здесь мы побеждаем допустим есть шансы победить потом в других битвах также потому что у французов заканчиваются люди в армиях а именно люди и нужны чтобы это выигрывались вот она вот начинаем одинаково но потихоньку мы берем валовым и побеждаем и чем сразу нескольких битвах таки не закачиваются люди и следующий битвов должны тем более побеждать о чем получили нового артиллерия значит получил чуть-чуть побольше атаки побольше шансов добиться посмотрите это лады отдает нам восточный гвене против устремистского крестьянского восстания да без проблем все так же без перемен но обычно пока французы кончаются в наступлении и сами пытаемся покончить с войной и кончаемся мы в наступлении потом и так пока кто-то победит но мы вроде побеждаем ой смотрите-ка промышленники у нас не против этнического государства это национализм какие они молодцы поехали и еще после некоторого времени войны мне тянет блевать от этой военной системы но что я могу сделать сидим ждем военная система 10-10 но ничего такого чтобы мы не знали как говорится но как есть а вот этническое государство у нас есть прекрасно мы на шаг ближе к тому что мы хотели подобретение государства хотят интеллигенты профсоюзы а вот промышленники против но это они не понимают просто потеряют а нам нужно придумать как сделать правительство нормальным это ну да это вот как-то так а еще отшел поводовать им всем вот эти вот припасы наверх нет вот медицина и это должно дать им по идее неплохие бафы на самом деле если так обратить внимание здесь здесь атаки защиты и потеря боего духа серо это составление это тоже очень сильный баф что может это и изменит как-то ситуация на фронте и поехали пошла веселая резко французов немцев в том числе и да очень-очень неплохо вроде как наносится урон но не хватает этого здесь по крайней мере а вот вторая битва параллельно сразу стала получше да так и видите намного больше стало 46 зелененькая ну давай атака очень хорошая защита очень хорошая должны перемолоть просто сейчас но я верю что у нас успеха надо партийную государство придется к сожалению его пока отменить но я видел у нас было принять государство атеизма движение вот движение я бы вполне себе принял да это что-то с польшей польша до восстала вот здесь вот но мы с ними разберемся полностью тайная полиция да разберемся тайну ладно это будет последним наверное прохождением в викторе 3 потому что но это прото уже сходит с ума ваш смотрите нормально армия входит в бой мы побеждаем потом вам нормально повоевали давайте рестолька 48 пойдут в бой почему да просто так я пиво выпил сегодня 48 написал 48 минут в бой потом что 52 почему да просто так 42 44 вау невероятно победа потом 5 что 54 почему я не знаю но так захотели постоянно хотя у нас на этом фронте что правильно больше людей у нас больше статы в итоге мы просто сидим и долбим все пытаемся если пробовать нормальное количество побеждаем если пробовать нет мы сидим ждем и мы ничего не захватываем мы видите тут выигрываем оккупацию стоит господи господи ну ну там смотрите 551 у нас просто мало на фронте наверное да ну 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 нет но отправлять только пять человек вот он принятых севере атеизм и добро пожаловать решение продолжаем эту войну с францией ну на белая медлица чуть не буду экономика у меня так или иначе как-то растет хотя конечно с конвойами беда большая ну ладно продолжаем как-то я же смогу тут стоит забрать да какой-то вот это я контролирую сейчас могу как-то и дальше в теории вот я нашел как победить эту ишку мы восстановили здесь наши войска или это все отправляем вот сюда выступление и параллельно с этим делаем две одновременные выиски которые обязательно проиграют но они перетянут войска вот отсюда ишка их отсюда отправят на 270 просто 50 с невероятным преимуществом по статам я думаю и должна быть достаточно победа что виседа ишка overreacted на вот эти выскея про это намного больше войск чем нужно отвечать здесь у него их на сколько меньше чем нужно я нашел ключик к этому новому обновлению до этого вроде как он так активно на них хорошо не реагировал это вот ну черт это прислала или мне кажется в любом случае очень нас много они очень истощены ну всегда можно отправить 9 человек в атаку чтобы исправить ситуацию говорится слишком все хорошо на атаку ну нет все такое наступление уже не остановить мы обе битвы одновременно выигрываем я думаю мы сможем пробиться и здесь и наконец вот сюда начнем пробиваться давай на конечно невероятные потери для такого года невероятно это параллельно еще миллион восстания разных было миллион всего но мы победили и мы смогли пробить вот здесь вот и так понимаю стоит что-то мы все-таки заняли недостаточно из того что я понял недостаточно и она тебе опять атаку ладно все равно мы очень истощили их но мы должны побеждать но должны у них вот людей почти нету 282 на самом деле 33 тысячи всего и ура мы смотрите какой уже хороший мув сделали швейцария вообще сдалась ну и конечно они не смогли пофиксить все еще бак с тем что войска убегают но это же не такой сложный бак и его так сложно отловить она всего лишь один раз повоевать пусть чем водой с трудой никогда такого не бывало вода ничего мы просто сейчас пойдем дальше во францию или нет потому что здесь насрано сразу стала варскор здесь интересная ситуация а вот кого-то классика скажем так не из того что насрано господи ну вот ну ну серьезно но как это можно не увидеть это же настолько очевидные баги им кстати говорят то же самое теперь начала но позже почему не знаю что не защитники понятия не имею а может потому что не считается до типа найти за то что не защитники и контролировали они цель войны а это замечу их 2 как раз таки вот мы взяли сейчас или до франции или париж поэтому теперь это начал считаться они тоже начали страдать но я считаю абсолютно справедливым ведь мы взяли или до франции задачу франция так что сейчас мы так на нее и капитуры и вот он под гражданой по версии очень долго его ждал мир что я думаю можем подзакончить эту безумно долгую для меня серию обязательно и зайдите если вы друг не подписаны лайк комментарий твис крут пусть все ребят как обычно и до скорых встреч всем пока